Добрый день! Рад видеть достаточно обширную аудиторию на нашей первой лекции, которая проводится в рамках дайкальских чтений. Тоже, я думаю, многие уже наслышаны об этой проекции. У нас в течение ближайших двух недель действительно будет апофеоз, наверное, всех наших годовых мероприятий, когда приезжает, как я посчитал, 18 человек, 18 ведущих специалистов в области экономики, математики и информатики, и будут рассказывать много чего интересного. Он даже немножко анонсирует это. Скажем, завтра нам Сергей Дзюба расскажет про дисбалансы в американской экономике, заметим не по каким-то там данным, а по данным, собственно, пришедшим из Америки. Тем не менее, что-то интересное вскрывается оттуда. В продолжение, что касательно мировой экономики, будет интересная лекция Сергея Афонсова в четверг. Он будет рассказывать про дисбалансы в мире. Экономика распространяется на много других областей. В частности, приезжает Денис Соколов, в среду будет лекция касательно микрофизики революции. В четверг, по-моему, будет лекция Алексея Сорокина про литеральное поведение. То есть, политология тоже будет лекция. На следующей неделе, в Денис Яндекса, приезжает верхушка и следующая группа Яндекса, будет рассказывать, собственно, про всякие вещи касательно и теории всего этого, и практики. Что такое спалмовое кольцо, как происходит поиск и так далее. То есть, кого больше интересен информатика, тоже будет много чего интересного. Ну и вообще, программа опубликована. Большинство из вас, я думаю, уже присутствуют и в группе Байкал Ридингс, и в Рассудке. Если кто еще до этого не дошел, то информация, где можно все вещи о нас узнавать. Первое, это группа ВКонтакте, bk.com.slash baykall readings, байкальские чтения. Второе, это ресурс, это наш канал в ютубе, youtube.com.slash.sipsides, сибирская наука. Там информации нет, но зато там огромное количество видеоматериалов, в том числе то, что предстоит на ближайших двух неделях. И третье, это, собственно, сайт sleepscience.org, где тоже присутствуют все вот эти вот видеоциклы лекции, которые мы проводили уже в течение нескольких лет. Надеюсь, будем продолжать. Еще один ресурс, который хотелось бы вам порекомендовать, начнем вот с такой вот ссылки, это курс Ира. Не все знают, но некоторые уже и пользуются, в том числе активно им. Этот ресурс позволяет проходить интерактивные курсы, лекции, то есть, они как устроены, можно записаться на определенный курс, смотреть короткие видео лекции, то есть, там, как правило, в неделю несколько видеопрагментов, буквально, то есть, по 8-10 минут показывают, дают определенные задания, которые можно выполнять, и если их сдавать, еще и можно заработать сертификат от ведущих университетов мира. То есть, скажем, в комнате MIT обучаться в течение 6 лет стоит полмиллиона долларов, и все абсолютно то же самое, доступно совершенно бесплатно, ну, во-первых, на MIT, во-вторых, предлагаются курсы, курсы РЭК. Ну, большая часть мировых курсов, конечно, есть некая проблема языковая, то есть, английский язык, на котором все эти курсы проводятся, хотя многие, в том числе, курсы Гарварда, Тренистана и так далее, уже идут с субтитрами, в том числе на русском, не только на русском, на немецком, на китайском, русский язык там один из передовых, но и, кроме того, есть проект от высшей школы экономики и МВТИ, как минимум, и, я думаю, состав вузов будет расширяться, которая предлагает русскоязычные курсы, вот, в частности, сегодняшняя тема «Теория игр», там сейчас очень хорошо представлена, именно сейчас, в данный момент, идет курс Дмитрия Дагаева, который так называется «Теория игр». Дагаев из высшей школы экономики. «Теория игр». Ну, начался, правда, уже месяц назад, но все видео, естественно, будут доступны, то есть, можно подключаться, восстанавливать пробелы и продолжать. Продолжается он до середины Атрии. И там, в том числе, много интересных материалов, игр, в том числе, интерактивно, там несколько тысяч человек, на него записалось, вот, соответственно, вот, все эти люди, каким-то образом, не зная друг друга, но, тем не менее, общаются между собой, в том числе, играми и созданием неких стратегий. Так что, очень интересно, рекомендую, часть своего времени свободного, ежели таковое есть, на это тоже выделять. Вот. По поводу сегодняшней лекции. Была заявлена «Теория игр», игры, в которые играют экономисты. При чем здесь экономика и вообще, что сегодня предстоит? Ну, во-первых, прошу прощения у тех, кто с «Теорией игр» плотно знаком, и, допустим, прошел какой-то продвинутый курс в ВУЗе, хотя бы у нас, ну, либо читал активно книжки, в том плане, что большого количества, там, каких-то теорем, математических доказательств сегодня не будет. Сегодня я постараюсь скорее заинтересовать какими-то примерами. То есть будет очень много примеров приложений «Теории игр» в различных областях, областях экономики, областях политологии, в целом социальных взаимодействий и где бы то ни было еще. С другой стороны, кто, ну, я не знаю, здесь большая часть людей даже знакома, поэтому, может быть, таких людей и нет, кто клюнул на игры, что я обучу, как выигрывать у казино, вот такого тоже, видимо, не будет. Несмотря на мой личный опыт работать в казино «Новом Леаном» на 100 долларов. То есть такая практика была, но это именно практика, и это с «Теорией игр», с тем, чем мы будем заниматься сегодня, не связаны. А будет действительно, вот есть хорошее определение, это взгляд, такой, пройдохи экономиста, на математику жизни окружающей. То есть как ведут себя люди, но не в плане всеобщих, потому что понятно, что люди, они гораздо более многогранны, в плане вот этого максимизирующего поведения. То есть «Теория игр» — это фактически математический инструментарий современной экономики. Вообще взгляд на социум, он достаточно широк, и вот чем отличается экономика от других наук о социуме? О том, что она предполагает вполне конкретное поведение экономических агентов, а именно максимизирующее поведение. Если мы берем какого-то хомоэкономикуса, того человека, который и изучается этой наукой, допустим, в роли потребителя, что делают потребители? Максимизируют полезность. Максимизируют полезность. Не всегда совершенно буквально, то есть приходя в супермаркет, покупая полкило колбасы, они вряд ли думают вторым на каких-то функциях Куба Дугласа или Цесса или чего-то еще. Но как ни странно, даже эмпирика показывает, что если у отдельно взятого потребителя функция полезности как таковая отсутствует, то если мы берем агрегированного потребителя, то есть суммарное потребление, допустим, какой-то торговой сети или крупного супермаркета, где действуют различные экономические агенты, то в том числе эмпирика показывает, что это все вполне согласуется с рациональным поведением и с конкретными видами функции полезности. То есть потребители максимизируют полезность. Ну, с фирмами еще все проще. Проще одновременно и сложнее, конечно. Что делает фирма? Максимизирует прибыль. Максимизирует прибыль. Тоже не в таком простом буквальном понимании, как может быть в школьном курсе экономики, что есть некие рынки совершенной конкуренции, есть одинаковые фирмы, которые в условиях P равняется МЦ, получают объемы производства. Все, конечно, сложнее, и есть и взаимодействие между ними, и есть неполнота информации, и есть, допустим, различия между краткосрочным и долгосрочным периодом. То есть если, допустим, фирма пытается низкими ценами и даже низкими прибылями расширить спрос в надежде, что потребитель, однажды купивший, затем останется в долгосрочной перспективе этой фирмы, то это тоже максимизация прибыли, только не краткосрочная, а долгосрочная. То есть вот в этом смысле мы тоже можем рассматривать это максимизирующее поведение. Ну, если возьмем какое-то идеальное государство, которого они или нет, но как теория можем рассмотреть. У него какая цель? Максимальный экономический рост. Ну и можем продолжать перечислять, то есть если возьмем в каких-нибудь, скажем, реальных политиках, то там тоже будет какая-то целевая функция, в которой будет и экономический рост, иначе выкинут своего поста на прочь. И степень власти. То есть если мы, допустим, даже знаем некие меры, которые приведут к экономическому росту, но, допустим, мы выпускаем из рук рычаги управления контрольной ситуации, то не факт, что политики на это пойдут. Это и какие-то доходы, легальные, нелегальные, не обязательно там в какой-то брутальной форме в виде взяток, а это вполне возможно поддержка где-то на выборах. Или, допустим, на то, что называется частным государственным партнерством, социальное обязательство бизнеса. То есть мы даем какую-то волю компаниям, устанавливаем для них хорошие тарифы, скажем, расчищаем для них площадку, мы даем лицензии на деятельность, а они взамен этого что-то, например, делают для города. То есть вот такие вот вещи тоже могут быть, но в любом случае мы у каждого экономического агента получаем некую свою целевую функцию. Полезность, прибыль и так далее. То есть вот это вот первое предположение, которое закладывается в экономике, и которое позволяет в том числе что-то прогнозировать. В том смысле, например, трейдера на фондовом рынке наверное прогнозировать несколько проще, чем какую-нибудь бабушку из глухой деревни, которая никогда экономикой не занималась, и у нее более случайное поведение. То есть чем человек более нацелен на такое максимизирующее рациональное поведение, тем больше мы можем сказать о том, что при взаимодействии таких людей произойдет. При этом мы можем смотреть, исходя из фактов, из какой-то статистики, и чем дальше, тем эта статистика становится все более и более обширной. И вот здесь есть одно серьезное заблуждение о том, что делает экономика. Ну вот, например, даже, и чем, например, современная экономика отличается от экономики, которая была, ну, где-то 60-70 назад хотя бы. Во что верилось тогда? Что, допустим, мы возьмем и определим все желания и возможности всех агентов экономики. То есть, допустим, мы узнаем, что каждый из нас хочет, какие ограничения денежные, ресурсные, временные, еще какие-то ограничивают его. Если мы все это сведем в какую-то огромную систему уравнений и сможем ее решить, то мы получим, а как каждому нужно вести себя для того, чтобы общество получило максимум из доступного. Ну, на тот момент, понятно, не было ни хорошей статистики, ни компьютеров, которые позволяют это сделать. Да, собственно, компьютеров, когда все это начиналось, вообще, можно сказать, не было. В современной ситуации статистика, чем дальше, тем оказывается лучше. Ну, есть макро-статистика, есть статистика по отдельным компаниям, по развитым странам, конечно, лучше, чем по развивающимся. Если говорить про Зимбаббе, там, может быть, и ничего нет. Но если брать развитые страны, то там довольно много чего известно. Причем, опять-таки, не только какая-то статистика Росстатта, например, скажем, высшая школа экономики, группа Андрея Яковлева провела комплексное обследование через интервью с топ-менеджерами крупнейших компаний. Опросили примерно 10% российского корпоративного сектора. То есть, вот такая вот информация тоже присутствует, очень обширная. 10% – это заметим, что уже даже не миллиарды, а триллионы рублей производства. И вот эта информация, она, ну, с поправкой, она, может быть, не всегда абсолютно честные ответы, но в некоторой степени она доступна. Есть довольно много разных источников информации, которые можно анализировать, сводить вместе. Вот завтра в том числе будет показано на американских данных. Там, где-то хвосты не склеиваются, там можно выяснить, из-за чего это происходит. То есть, понятно, что не всему стоит доверять настолько слепо, но мы можем восстановить, что происходит на самом деле, если у нас достаточно много информации. Ну, компьютеры, в том числе через параллельное вычтение, тоже позволяют сейчас невоверно много. И чем дальше, тем больше. Соответственно, проблема того, что мы, зная все желания и возможности, сможем получить этот самый пресловутый общественный оптиум, вроде как становится разрешимым. Ну, если не сейчас, то в каком-то обозримом будущем. Проблема кроется немножко в другом. Вот мы знаем, как каждому нужно вести, чтобы в сумме общества было хорошо. Но вопрос, что интересы-то у всех разные. Вот если бы все вели себя одинаково, то, наверное, и такой науки, как экономика, вообще бы не было. То есть, все бы покупали самый лучший сок, смотрели самый лучший фильм, и на этом все и закончилось. Даже потребители, они очень неоднородные. Одни хотят красную машину, вторые хотят белую машину. Ну, собственно, современная экономика в значительной степени из-за этого и такой эффект наблюдается, что, например, встречные потоки через границу очень похожих товаров. Допустим, немецкие машины экспортируются в США, американские в Германию. Немецкое пиво экспортируется в Чехию, чешское экспортируется в Германию. То есть, потоки похожих товаров, товаров-заменителей, они идут через границы, еще встречные потоки. Это не связано с какой-то неэффективностью рынка. Это связано с тем, что люди неоднородные, у людей разные предпочтения. У людей и у фирм, тем более, разные взгляды на мир и на то, что хорошо, что плохо. Соответственно, мы можем знать, как каждого вести, чтобы всем в сумме было идеально. Но люди не будут себя так вести. Даже в каком-нибудь тоталитарном обществе по страхам смертной казни все равно тайно или явно будут отклоняться от предписанной стратегии. Не говоря о том, что если разрешить какие-то зачатки демократии, все будет еще более отдаляться. То есть, люди ведут себя не коллективно-рационально, а индивидуально-рационально. И получается, что теория вето-оптимизации, на которую возлагались огромные надежды, она неприменима не только, и даже не столько потому, что у нас нет информации, нет вычисленных возможностей, а из-за того, что нам нужно учитывать индивидуально-рациональное поведение, а не коллективно-рациональное. И вот здесь на помощь приходит теория игр, которая как раз изучает, как ведут себя агенты, как ведут себя отдельные индивиды в общей системе, при том, что у них могут быть разные интересы, а их поведение влияет на поведение других. Вот, собственно, об этом сегодня пойдет речь, а об этом эти вопросы отрагивает теория игр. Ну, чтобы начать все-таки с какого-то примерчика. Пример, не связанный с экономикой, поиграем в очень простую игру. Да, вот хорошо, чтобы у вас был какой-то пишущий, ручка, карандаш, что-то такое, листочек. Вот, можно маленький, но много не потребуется, хотя вот те примеры, которые я буду сегодня приводить, надеюсь, довольно много будет за гранью того, что на слуху. То есть, без диреммы заключенного, конечно, не обойтись, но помимо нее будет много примеров, которые не входят, так скажем, в большую часть лекций. Одна лекция по теории игр, если кем-то читается, то там эти вопросы не всегда застракиваются. Так вот, простая игра. Пройдем в натуральный ряд чисел. Что такое натуральный ряд чисел? Да, вопрос, кстати, не такой простой. С чего его дочереть? В школе учат, что 1, 2, 3, 4 и так далее. В то же время большинство современных математиков склоняются к тому, что без нуля здесь не обойтись, и в числе математики не то, что врут, но умалчат. Соответственно, вот 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и так далее. До бесконечности. Играем в такую игру. Каждый из вас, не показывая никому, записывает некое число от нуля до бесконечности. 10, 10, если что, на 9 не ограничиваемся. Побеждает кто? Побеждает тот, кто написал минимальное из чисел, которое не написал никто больше в этой аудитории. То есть понятно, что если написать 0, маленькое число, то, скорее всего, его тоже кто-то напишет в этой аудитории. Либо не напишет. Понадеясь на ровно такое поведение всех остальных. То есть тут уже вам решать. С другой стороны, если вы напишете, там, скажем, 69, то, скорее всего, никто такое число не напишет, но при этом вы не окажетесь минимальным среди подобных людей. Вот сейчас буквально 10 секунд надумывания, и что-то себе попробуйте запечатлеть. Да, кстати, это довольно близко к тому, что называется экспериментальная экономика, когда действительно в лабораторных условиях экономисты изучают поведение реальных людей. Магда за деньги, но, к сожалению, больших миллионов я не могу выделить. Так бы, конечно, победителям 1000 долларов на грамму все предоставил. Есть те, кто еще не написали? Все написали, да? Хорошо. Есть в аудитории тот, кто написал ноль? Поднимите, пожалуйста, руки. Так, все, больше ни у кого нуля нет. Поздравляю, победитель в аудитории у нас есть. То есть вот не случайно я сделал такую оговорку о том, что все подумают, что маленькое число никто не напишет. Вот наш победитель. Но тем не менее, посмотрим дальше. Есть те, кто написали один? Один человек? Все, да? Так. А кто написал двойку? Раз. Займите, если бы у нас не было победителя в аудитории, то победителем становится по очереди, кажется. Каждый следующий. То есть пока пересечений вообще нет. Дальше. Тройку. Раз. Два. Два человека. Вот вам уже трудно стать повеликими. Четыре. О! Пять человек. Так. Пятерка. Никого. Да? Шесть. Раз, два, три. Как не монотонно. Семь. Раз, два, три. Восемь. Раз, два, три. И девять. Так. Раз. Раз, да? Кто написал число десять и больше? Так. Довольно много. Есть, которые написали больше двадцати. То есть все остальные от десяти до двадцати. Но вот у меня сходная лекция была месяц назад в доме Артюшкова. Там были люди, которые даже написали больше ста. Примерно такой же на полной стой аудитории. Может чуть побольше. Вот. Вопрос, конечно, что за пределами десятки обычно выигрыша не бывает. Теперь. Вот подумаем о том, что может интересовать экономиста или теоретика игровика, в зависимости от того, это математика или человек, который исходит к приложениям, вот в данном контексте. Ну вот мы уже сказали, что поведение, оно может отклоняться от того, что было бы полезным для общества. Вот здесь общества как такового нету. Но вот что каждый в своей политике получает? Каждый выбирает такую стратегию, которая для него является наилучшей. Вот теперь посмотрим. Вот в этой ситуации кто-нибудь, допустим, вы видите всю вот эту статистику, кто-нибудь поменял сейчас свое поведение? Или нет смысла? То есть вот кто-то для себя видит смысл взять и зачеркнуть свое число, допустим, это разрешается, я сейчас разрешаю любому зачеркнуть и поменять, но именно в одностороннем порядке вот этого числа. Так, на какое число и что? Ну, допустим, я вам... Ты тысячу пошли. Но что получается? Допустим, я не знаю, какое у вас число. Единицу. С кем поделиться? Да, у вас сколько? Единица. Чтобы так по-честному идти? Единица, да? То есть у вас единица. Вы переходите на ноль. И кто тогда выигрывает? Двоечка. А выигрывает тогда двоечка. Потому что два человека назвали ноль, никто не написал единицу, ну а дальше... То есть по-прежнему из единицы выходить не стоит. Вот знаю, что если есть человек, который единицу перепишет на нолик, он может писать свое число на единицу. Да, но это уже касательно не личного изменения поведения. А вот если есть коалиция, которая из двух человек возьмет и перепишет, тогда действительно, тогда такая возможность присутствует. То есть один за такая нолик не дает выиграть нашему победителю, а, соответственно, второй занимает единицу. Но пока мы говорим об индивидуальной рациональности и то, что называется некооперативная теория. То есть когда каждый за себя. Вот в одностороннем порядке ни этому человеку, ни какому бы ни было другому, не выгодно уходить в ноль. Потому что тогда будет несколько нулей, тогда победить невозможно. Ну а если они переходят в какое-то другое место, то, соответственно, победитель у нас остается прежний. Вывод. Вот эта вот ситуация, которая реализовалась, она является равновесием. Равновесие. Которое носит название, носит имя Нобелевского лариата по экономике, героя фильма «Игры разума». Кто, кстати, его видел? Да, Джон Нэш. Равновесие Нэша. Она всегда получается равновесная, эта задача? Нет, далеко не всегда. То есть это вот наша? Значит, нам сейчас так повезло. Более того, на лекции в Дом Артюшковой я не дошел до формулировки всех равновесий этой задачи. А вот сейчас все-таки здесь больше математиков собралось. Мы пробуем выявить все равновесия в этой задаче, которые вообще возможны. Их на самом деле не так много, а именно три. Ну принципиально. Так вот, равновесие Нэша. Что это за ситуация? Это именно ситуация, это не одна отдельная стратегия, а это именно набор стратегий всех участников игры. Ситуация, в которой ни одному из участников игры невыгодно менять в индивидуальном порядке свое поведение. Ситуация, в которой никому из участников взаимодействия невыгодно в одностороннем порядке менять свое поведение. То есть изменение поведение можно сделать себе либо хуже, либо, по крайней мере, так же, но нельзя улучшиться. Вот Джон Нэш в 1994 году получил за Нобелевскую премию, точнее даже не за то, что он предложил. На самом деле предложил не Нэш. Как называлось равновесие Нэш, Антон Нэш? Курно. Да, то есть в 1838 году Антон Курно предложил модель взаимодействия фирм на рынке однородного товара. Он предложил, это на примере рынка зерна, то есть есть множество, не очень большое, крупных поставщиков зерна. Они все приводят к зерну в каком-то количестве на рынок, соответственно, если зерна становится много, что происходит на рынке? Обвал цены. Избыток продукции, соответственно, цены сами собой падают. Если, наоборот, привезли мало, то цены будут высокие. Все видят поставки друг друга и, соответственно, варьируют свои поставки таким образом, чтобы получить в этих слоях максимальную цену. Ну и вот эта вот ситуация, которую он описал, это действительно было названо равновесием Курно, задачей для боли. И оно, тем не менее, является равновесием Нэш. Нэш получил новинку из-за того, что доказал, что в достаточно широком классе игр такое равновесие существует. Правда, не в таких простых стратегиях, а в смешанных стратегиях. То есть равновесие Курно – это в частном случае равновесие Нэш. То есть это просто конкретная модель Курно, и это равновесие Нэш в модели Курно, если говорить современным языком. Ну вот если вернуться к этой задаче. Вот у нас сложилось равновесие вот такого вот плана. Какие еще могут быть равновесия? Вот эта уже задачка на самом деле нетривиальная. Можете вы предложить хотя бы какое-нибудь еще равновесие в этой задачи? Да, заметим, что у нас есть победитель, и есть множество других людей, которые что-то написали. Вот зависит ли эта ситуация от того, кто что написал. Допустим, вы меняете свое число на любое другое, ну кроме нуля. Результат от этого изменится? Нет. Нет, потому что победитель у нас все равно будет один. Соответственно, ноль и все что угодно, это равновесие. Давай, чтобы ноль был одним. Какой еще могут быть равновесие? Все ноль выбрать? Все ноль выбрать? Это равновесие. Почему? Потому что любой человек берет, скачет, ставит единицу и выбирает. Ноль и любые подряд числа. Один, два, три, четыре, пять. Например, будет там ноль, да скольки. Да, хорошо. Один. А может здесь, например, быть две тольки? Ну вот, кто-то написал несколько нулей, потом кто-то написал единицу, а здесь два человека. Взяли и написали тольку. Равновесие? А если три или четыре, то самое. А если тут кто-то написал тройки? То же самое. Абсолютно то же самое. То есть, на самом деле, мы можем даже все вот это отстереть, что вы мне внизу написали. Ноль, один и дальше что угодно. В смысле, из каналии один и дальше что угодно. Так. Это все первое нетравновесие, первое нетравновесие. Может здесь что-то еще быть? Вот продолжай эту задачу. Если все выбрали, то есть, ну, каждый выбрал по двое. Ну, то есть, как бы двое выбрали что? Двое, ноль, там, двое, единицу двое, двойку и так далее. Ну, не обязательно двое, а могут быть трое. То есть, на самом деле... Если все поровы выбрали. Да, да, вот здесь вот не меньше двух главное. Поэтому ноль, а дальше они могут присутствовать и отсутствуют. Потом двое или больше выбрали единицы, кто-то один выбрал двое, а дальше не важно. Не, а если дальше, так? Нет. И точно так же продолжая. То есть, несколько нолей, несколько единиц, несколько двоек, одна, тройка, и дальше что угодно. В каком направлении вы движетесь? По аудитории? Набор по аликзонтали идет. Ну, вот это одноравновесие. Это второе, это третье, это четвертое и так далее. То есть, в аудитории несколько человек выбрали нолей, несколько человек выбрали единицы, несколько человек выбрали двойки, несколько человек там. То есть, вот до какого-то числа все выбирали от нуля и до какого-то числа как минимум два человека. Дальше следующее число выбрал один, а дальше, неважно, есть ли еще кто-то или нет. Я на запись ничего не понимаю. Нет, ну а допустим, на каждой цифре под два человека, как минимум. Так, а вот это, кстати, очень интересное другоеравновесие. И это единственное равновесие, которого никто не выигрывает. Отлично. Двое, двое, двое и так далее. И единственное равновесие без победителя. Здесь, заметим, везде победитель есть. Здесь победитель, который равновек, здесь единичка, здесь двойка, здесь тройка. Почему эта ситуация является равновесной? Потому что всем, кто написал выше или ниже, но если кто-то написал ноль и уходит, то, соответственно, у нас победитель меняется, но им становится не этот человек, который уходит, а тот, который остается. В варианте те, кто написали дальше, тогда тем более. А вот здесь, почему здесь никому не выгодно менять свое поведение? И заметим, что здесь важно, что именно этих людей каждый их по два. Потому что если у нас третий, например, ноль, вот такая ситуация, он не является равновесной, потому что он уходит вот сюда вот и является победителем всех остальных по два, а вот этот у нас отказывается один. А, понятно. А вот в варианте, когда всех по два и все плотно, любой уходящий делает победителем своего напарника. А у тебя он может только сюда. Если верт, то он просто валяется по третьему. То есть это второе равновесие. И есть еще одно. Плохое, да? Ну, не то, что плохое. Мы здесь вообще пока не говорим о том, что хорошо, что плохо. Но это равновесие без победителя. То, что для людей, которые ничего не изработали в случае, если бы за это деньги платили, это, наверное, совсем не плохо. А если у человека есть шанс медаль кому-то выиграть, но при этом он знает, что сам никогда не выиграет, он этим используется? Ну, это конечно. Это уже... То есть у нас пока рассматривается именно индивидуальное поведение. До кооперативной теории игры мы сегодня еще, надеюсь, доберемся. Пока нет резона людям менять свою стратегию поведения, если ему конкретно не станет строго лучше. То есть если у него несколько одинаковых вариантов, то он может перейти, может не перейти. Он не обязан это делать. А вот немножко расширив вот этот вот примерчик. Можно ли получить ситуацию, в котором есть победитель, ну, так скажем, небольшим расширением. Оширение полного партнерства? Нет. Ну, как-то развернуть этот пример. Вот, допустим, нолики, единички, двойки и так далее. вот что, что будет. Если у нас будет как, как, как плюс один. Один. Так это криво. А, ну, это совпадает с тем, что у нас было то-то. Угу. Так. Значит, это не годится, немножко модифицируем. Вот, допустим, здесь дырка. Да, если дырка будет... А, вот дальше как плюс два. Это уже не подпадает под вот это вот условие. То есть это равновесие уже некое новое. Посмотрим, выгодно ли кому-то менять свое поведение? Этот у нас победитель. Ему и так хорошо. Все в остальном. Все по двое, но если этот даже в эту дырку проскакивает... Он освобождает тому место. Он освобождает место своему напорту. И, соответственно, это не является равновесием. А может это стоять не в одной дырке, а в двух. Так где угодно. То есть он стоит где угодно, и он где-то там К плюс Н является этим самым одним товарищем. То есть у нас, соответственно, есть кластер К плюс одно число занимает называет два игрока, а дальше реально что угодно. Да. То есть получается здесь ровно по два, в отличие от первого примера, потому что третий здесь не может быть, иначе он в эту дырку смогет заскочить и стать победителем. А вот в случае, если их по два, то они зафиксированы ровно этим свойством, что мы не хотим давать победу в руки напарника по числу, а победителя на стиле не присутствует. А если будет вот так по парам идет до К, потом К плюс один, один, потом дырка опять. А это подпадает под вот этот вот случай, то есть всех по два, а потом следующий у нас есть, и он является победителем. То есть вот этим исчерпывается набор равновесий в этой игре. Получается, что все. То есть кто-то выиграл, не выиграл никто, у нас во всех ситуациях, кроме вот этой, есть победитель. Вот это вот единственное равновесие, которое нет победителя, никто не может стать победителем, поменяв собственность. Ну, теперь немножко формализуем, о чем идет речь. Значит, у нас, что изначально задано. у нас изначально задано множество игроков. N игроков, то есть N игроков, то есть N игроков. Ну, в нашем случае это количество людей в аудитории. В других играх, там в классическое дуополе Огурно, это две фирмы, которые привозят зерном на жмак. У каждого игрока есть свое множество стратегий. S и T множество стратегий этого игрока. Оно может быть каким-нибудь очень простым. В дилемме заключенного, например, там всего две стратегии. Есть возможность, ну, допустим, здесь стратегии является написать какое-то натуральное число. S и T это вектор? S и T это множество. Ну, и получается, если мы берем их прямое произведение, то это как раз и есть множество всех возможностей стратегий всех игроков. А вот S маленькая, это принадлежащая S большому и тому, это конкретная стратегия этого игрока. то есть каждый игрок выбирает свою стратегию из того набора, который ему доступен. Бывает, что наборы совпадают, бывает, что наборы не совпадают. Бывает вообще вещи о разных сторонах. здесь все весь возможный спектр ситуаций под это подпадает. Ну, вот приведем, наверное, самый известный пример из области теории игр. Это дилемма заключенного в нескольких вариантах. Для этого проведем еще один эксперимент. Вот просьба как-то объединиться по двое. Не обязательно сидящим на одном переду. Да, определитесь, кто с кем. Так, ну и просьба передать, так скажем, по рядам хотя бы немножко. Они не секретные, но вот кто получил, уже могут сразу там назад. Да, не на пару одну, а каждому. Каждому. Как-то так. Ну, а я пока просто продиктую, что здесь написано. Значит, эксперимент следующий. Эксперимент называется «Гранты». Вот представьте себе, что вы и ваш сосед являетесь представителями двух коллективов, которые проводят научные исследования. Каждого из вас вызывает руководство и предлагает. Либо оно выдает вам грант в размере миллиона, либо вот коллектив соседнего института работает лучше и если вы скажете, что это действительно так, то ему дадут два миллиона. Ну и вопрос, как вы поступаете. Либо вы берете себе миллион, либо соседу даете два миллиона. Вот здесь уже никак совещаться нельзя и показывать то, что вы напишете, нельзя. То есть вы втайне от своего соседа поставите просто галочку на строке себе один миллион или на строке соседу два миллиона. Просто какую-то дочь. А мы сколько раунд подбираем? Пока один. Пока один раунд. А сколько денег нам дают вообще? Ну, либо себе миллион, либо соседу два. Не всем. Не всем хватило. Так, всем хватило? У всех есть? Если у кого нет, то у меня еще осталось. Итак, есть первый институт, есть второй институт. У каждого стратегия. Себе один и соседу два. Себе один соседу два. Ну, понятно, если каждый берет себе по миллиону. У одного миллион, у второго миллион. Если первый отдает соседу два миллиона, а тот нагло берет себе один. Первый остается вообще ни с чем, у второго будет три. Если наоборот, то первый взял себе один, еще соседа получил два, у него три, у соседа ничего. Если каждый отдал соседу по два, то смешно у каждого эти два и получается. Так, все написали, не показав соседу, надеюсь, мы сегодня все работаем на честность, я вас не проверяю и в отдельные боксы не сажаю. Итак, а вот теперь покажите друг другу, что у вас получилось. Так, а теперь по-честному поднимите руки, кто взял себе миллион и сосед тоже взял себе миллион и каждый по миллиону получил. Будете понимать, соответственно, пара. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? Значит, один-один, у нас получилось шесть пар. Кто в паре один альтруистически отдал соседу два и ничего не получил взамен? Три-ноль, неважно, в чью кольцо. Так, один, два, три, четыре, пять. Так, три-ноль, только цель пар, пять. Ну и, наконец, кто по доброй воле отдал два миллиона соседу и получил тоже два. Так, раз, два. Все, да? Два, два, таких только две пары. Ну вот, теперь вопрос. Если все ведут себя рационально, то что мы получаем в равновесии? Четыре, один. Один-один. 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 Давайте посмотрим, вне зависимости от поведения конкурента, что выгодно делать. Вот, допустим, второй институт берет себе миллион. Если я беру себе миллион, то я получаю хотя бы свой миллион. А если я жду моря погоды, то получаю много. Что мне выгодно сделать? Мне выгодно в любой ситуации, в любой об этой ситуации, братья миллион. Если сосед альтуристический дарит мне два. Так я получаю два от соседа, а так еще получаю третий слой. Три лучше, чем два. Получается, вне зависимости от поведения второй стороны, мне выгодно взять себе один. То, что изначально и здравого смысла тоже понятно. Что бы ни делали остальные, я просто получаю еще миллион многое. Второй, думаю точно так же. Вне зависимости от того, первый взял себе миллион, лучше получить миллион, чем ноль. Если первый отдает соседу, лучше получить три, чем два. То есть, в любой ситуации мы движемся влево. В любой ситуации мы движемся вверх, в любой ситуации мы движемся вверх. Равновесие Нэша. Единственная ситуация, когда каждый берет себе миллион. И оказывается, каждый в худшей ситуации, чем то, что могло реализоваться. Вот это вот, если общество называть представителей этих двух институтов, общественный, общий, он был бы здесь. А равновесие здесь. Более того, заметим, что от того, что каждый вел себя индивидуально, рационально, каждому стало кужим. И первый получил миллион вместо двух, и второй получил миллион вместо двух. Если бы, конечно, не могли сговориться хорошо, или просто хорошо друг друга знают, или верить в лучший мир, то тогда, конечно, могла бы такая ситуация реализоваться. Но и с точки зрения рационально действующих, кому-то на бокус. А есть игры с обратным бюлдером? Что индивидуальное обрегение лучше общественного? Нет, ну а лучше общественного не может быть, конечно. То есть она совпадает, и мы сейчас, в несколько минут, полную классификацию игр 2 на 2 проведем. Вопрос, можно? Вот здесь получается единственный момент, который здесь слегка такой вот скользкий. Это то, что... А, нет. То есть там... Нет, скользкий получает так сейчас. Потому что у нас получается, что... У нас есть некая условная государство, которая дает каждый раз разную сумму. Ну, в общем, да. То есть... Поэтому здесь не совсем корректно получается. Но результат, в общем-то, в жизни вообще любая экономическая сделка, она заключается ровно тогда, когда она выгодна двум сторонам. То есть если ее нету, то, соответственно, получается всем в сумме плохо. Если она происходит, то в сумме становится лучше. Но просто кому сильно лучше, кому сильно. То есть... Ну, это... Согласен, да, это так и есть. Но такого окружающего есть. Ну, иначе вы на самом деле менее интересны. Выходы из этого есть и есть довольно многочисленные. До них тоже мы сегодня дойдем. Но пока... Вот в этом примере мы уже наблюдаем, что равновесие с общественным оптимом может расходиться и расходиться кардинально. То есть мы смотрим, что это не просто общественный оптим, а это худшая ситуация для этих горпочков. Даже 0,3, ну, в варианте побочных платежей, если бы там второй взял, поделился бы, например, и дал, там, миллион стоя, там, у него миллион девятьсот, у первого миллион стоя. Это тоже ситуация лучше, чем первая. Ну, я не говорю это правильно. Последняя, когда у каждого по два. Так вот, вообще по-хорошему, если мы рассматриваем теорию игр, мы должны не просто сказать, а вот эта вот ситуация является равновесной. Первое, что хотелось бы. Вот здесь равновесие одно, но это очень простая игра. В более сложных играх бывает множество равновесий. Более того, некоторые равновесия бывают хорошие, а некоторые равновесия бывают плохими. С точки зрения общественного оптима. И можно было бы попытаться, если уж мы не можем заставить себя вести людей так, как это было бы идеально для общества, то, по крайней мере, мы можем попытаться привести общество в ту ситуацию, в ту ситуацию равновесия, которая будет близка к общественному оптиму. Или иногда есть, например, ситуация, которая совпадает с общественным оптимом, а бывает равновесие, которое плохое. Ну, вот, скажем, из другой совершенно области. Была хорошая идея. Придумать некий язык, на котором говорили бы все люди Земли, и этот язык был бы очень прост в изучении. Как язык называется? Эсперанто. На пике на нем говорило больше 10 миллионов человек. То есть, в общем-то, он как-то так, в более-менее широкую аудиторию он пошел. Но, чем это закончилось? Что, ну, где-то с 70-х годов количество эсперанцистов в мире сокращается. Почему? Потому что издержки изучения эсперанто, эсперанто, конечно, изучить проще, чем русский, чем английский, тем более, наверное, чем китайский или японский. Но издержки этого все равно достаточно велики. И если бы вдруг весь мир говорил на эсперанто, то я бы плюнул на все и изучил бы эсперанто, потому что его выучить все-таки проще, чем какой бы то ни было другой язык, а я могу говорить со всеми. И каждый, думая ровно таким образом, взял бы и выучил эсперанто. Но если, допустим, ну, даже вот, возьмем ситуацию еще проще. Допустим, какое-то научное изобретение, вот можно взять, купить там за 500 рублей коробочку, которую на ночь приложить к мозгам, и наутро ты будешь знать эсперанто. Ну, за 500 рублей вообще не деньги, для того, чтобы со всем миром идеально общаться. А вот если никто в мире не знает эсперанто, есть ли мне смысл? Нет, даже просто вот за 500 рублей за одну ночь. Потому что я-то выучу, а больше никто не умеет говорить, зачем мне это нужно. Вывод. Равновесие при каких бы то ни было положительных издержках, имею в виду, что опять-таки рациональное поведение, и никаких там эстетических, что вот я крут, потому что я взял, купил эту коробочку, мы здесь не рассматриваем. А вот если 500 рублей издержек, никакой выгоды, потому что я ни с кем не могу поговорить. Вот в любой такой ситуации ноль будет равновесием, то есть никто эсперанто не учит. А другой хороший равновесие, когда учат все. А есть еще такой же вариант задачи, только он про налоговые сборы. Вот, допустим, у нас через Ангару решили построить мост, для того, чтобы его построить, у нас ходят по домам и забирают с нас налоги. Допустим, по тысяче рублей. Следующая игра, которую мы сегодня здесь заняемся. А, ладно тогда. Вот, общественная блана называется. Вот, но вариант вот с эсперанто, он на самом деле получил некое разрешение. То есть сейчас в роли эсперанто выступает английский язык, по крайней мере, если мы возьмем научную общественность и бизнес, а также любых путешественников, достаточно знать английский, и в любой точке мира, в общем-то, как-то общаться можно. Кроме Китая. В Китае как-то тоже. То есть вопрос хуже-лучше, вот, но тем не менее, то есть в каких-то трущобах Бангкока мне английского хватило, несмотря на то, что человек на английском не говорил почти никак. Вот, но тем не менее, если бы я не знал, если бы он не знал и этого, то было бы несколько сложнее. То есть тут же не вопрос, знаете, на хорошем литераторном языке. Почему английский выступил в этой роли? Потому что изначально, как минимум, 300 миллионов американцев, там, 100 миллионов австралийцев, 100 миллионов жителей Великобритании, то есть огромное количество людей по умолчанию этот язык знают и в нем говорят. Соответственно, ситуация, когда мне не с кем будет общаться. Если бы икра не было, то на испанском-то больше говорите? На английском, тем не менее, все-таки говорится вроде как больше. Испанский, на самом деле, вроде как номер два на тот момент из европейских языков. Там есть разная схема значимости языков, и не всегда это определяется по численности. И как ни странно, про Испанию это отдельное даже исследование, у меня, собственно, статья есть на эту тему, обзорная. Там эмпирическое исследование людей, которые изучают язык, как это влияет на международную торговлю в Европе. Вот испанский язык в Европе, он слишком, получается, недооцененный, то есть его почти никто не учится пределами Испании. И в том числе, почему? Потому что на испанском говорит не Европа, а говорит Латинская Америка, а за океаном это уже гораздо менее значимо. А в интернете там точно такая же история? Ну, в общем-то, да. Вообще любые сетевые штучки, они с этим довольно сильно связаны. А как преодолелось это вот, ну, как бы, что количество же подключенных к интернету вначале совсем мало? Да, было совсем мало, но изначально, как я понимаю, все-таки важны были там не социальные сети и что-то подобное, а изначально кого подключали? Университеты подключали? Соответственно, вот наука в это уже вошла. И составила некую... Да, изначально военных? Нет, нет, военные там не было практически ничего, его сразу отдали в науку. И, в общем, первые серверы вообще, это были физики, это были компьютерщики, то есть практически сразу же это была компьютер-сайенс, и это были люди, ну, худо-бедно знающие английский язык. Нет, вопрос, почему вообще пошло распространение интернета, как ты понимаешь? Вот этот вопрос не языковой, а то, что пока пользовались немало, ученых очень мало, как оно было преодолевно? Ученых уже оказалось достаточно, то есть, лидерская масса в несколько миллионов человек по всему миру, она создавалась. Ученые очень быстро оценили преимущества, это буквально было, ну, вот, то есть, как только ученые получил, для ученого это получалось, у нас будет сразу получить доступ к стадиям на иностранном языке, которые, в принципе, для нас были, ну, закрыты полностью. Пока можно раздать следующее. Что в 93-м, в 94-м году, когда у меня, например, получился доступ к интернету, я получил доступ к статьям ООНовским и так далее, то есть для нас это был просто фантастический шок. Кстати, по поводу эсперанто, Саша, посмотри, пожалуйста, динамику. У меня такое ощущение, что у эсперанто был очень хороший шанс, этот шанс убила война, вторая мировая, потому что во время войны эсперантистов достаточно жестко вынесли, причем в Германии, насколько я помню, вообще целенаправленно. Вот если я правильно помню, в том источнике, который я смотрел, пик был по количеству людей, это 60-е годы, хотя, возможно, там вынесли очень сильно, и этот пик был просто выше. То есть это повлияло, да? Там на динамику смотреть. Там ведь получается, это же положительная обратная связь, фактически, работает. Да, именно. Вот надо смотреть динамику там, потому что, вот насколько я считал про эсперантистов, дело в том, что фактически основная, как бы, популяция условно эсперантистов, это Восточная Европа, вот оттуда все уже пошло распространяться. И там как раз, вот, во-первых, это было связано с тем, что Германия вынесла евреев жестко, вот, среди них было большое очень количество. И просто они, насколько я помню, они просто эсперантистов выносили просто вообще вот как класс. Видимо, так и есть. Да, то есть это можно проверить. Это можно проверить. Ну вот, как раз за это время были розданы листы со следующим уже индивидуальным заданием. Всем хватило? А, далее. Савинансирование общественных благ. Вам дается 20 долларов, которые можно потратить на личное потребление или направить на создание общественного блага, и доход от общественного блага одинаков для всех сидящих в этой аудитории и равен третьей сумме взносов. То есть, грубо говоря, если вам дается 20 долларов, вы можете 20 долларов взять себе и, допустим, здесь создастся еще там 15 долларов общественного блага, у вас будет 35, либо вы можете отдать все, и этого общественного блага станет больше, чуть-чуть, но, соответственно, у вас будет только это общественное благо, либо любое количество, в любом диапазоне вы можете от 0 до 20 эту сумму отдать на общественное благо. Шаг один у нас динамический. Да, пока снова однократная игра. То есть, без повторения. Так, ну вот, просьба написать какую-то сумму передаваемую от 0 до 20. Да, от 0 до 20. 0, это означает, что вы вообще ничего не передаете, у вас в столице 20. Вот, 20, соответственно, вы передаете все. Можете передать 5, можете передать 10, можете передать 15. Ну, благо может создаться, а может не создаться. А, то есть, это еще на 2 сказали, да. То есть, зависит все от вас. Вот сколько вы, если вы передадите, например, 120 долларов, то общественное благо будет равняться 40. Если вы передадите 30 долларов, то общественное благо будет равняться 10. Да, бро. Слушай, вот скажем, доход от общественного благо. То есть, я сейчас просуммирую все эти значения, которые у вас есть. Вот. И, соответственно... Да, и скажу, сколько общественного благо. Нет, вот, у меня доход от общественного благо одинаковый сектор, а не третий сумм. Да. Все скинулись. Все скинулись, и вот эта вот сумма делится на 3, и эту сумму каждый получает дополнительно. К тому, что у него осталось. Так, ну вот, просьба передать сейчас листочки. Могу я попросить все их сюда вот внести? Подряд. Итак, снова ситуация с двумя игроками. Только в данном случае игроками являются два человека, которые совершили некое тяжкое преступление, и они подзаливаются в нем, но доказательств у следствия нет. Каждого разместили в одиночных камерах и оказывают соответствующее давление на то, чтобы каждый сознался, точнее сдал напарник и предоставил доказательства. Если, соответственно, можно не осознаваться, можно осознаваться для первого и для второго. Вот это вот стратегия поведения. То, что мы написали, здесь два игрока, потому что игроков стоит из двух лиц, и две стратегии поведения – не осознаваться и не осознаваться. Если оба не сознаются, доказательств у следствия нет, то их за мелкое хулиганство на 15 минут посадили, но потом отпускают. То есть на каждое бедно осталось, но ничего страшного они не получили. Если первого заставили все-таки, убедили, что надо сдать второго, его с почестями отпускают за помощь следствию, второго зато засаживают по полной на 10 лет. Если наоборот, первый не создаётся, а второй его сдаёт, то первого посадили на 10 лет, а второго с почестями отпускают. Ну и, наконец, если первый сдал второго, второй сдал первого, за суверничество со следствием вроде как их может быть поменьше посадили, но каждый получает подарки. Опять-таки смотрим, что выгодно делать каждому в ситуации, когда второй не сознаётся. Так, с почестями отпустили, а так 15 лет и пятно на всю жизнь. Ну, вроде как лучше сдать, да? Если второй сознался, мы не знаем, что на самом деле предназначено, то так 10 лет, а так 5 лет. Лучше, чтобы сели поменьше. Аналогично действия с тобой. И снова мы получаем ситуацию наихудшую для них. Они оказываются в тюрьме на 5 лет каждый, хотя могли бы отделаться 15 сутками. Вот снова общественный общий, ну, в плане, что здесь мы общество снова подразумеваем в рамках этих двух игроков. Реально общество, конечно, довольно далеко. Вот эта ситуация для общества на самом деле очень хороша, но не для участников игры. Каждый получает ситуацию, которая далека от их общественного. Как это можно экстраполировать на экономику? На экономику тоже хорошо экстраполируется. В варианте следующем. В варианте, что у нас есть, например, две фирмы, которые продают товар. Эти фирмы могут продавать товар дорого, а могут продавать товар дешево. Соответственно, если снасвят высокую цену обе фирмы, то рынок делится пополам, каждый получает, например, по 10 миллионов шутбей. Если один из конкурентов снижает цену, что получается? Если бы не оборот, у него все, потому что к нему приходят все покупатели на рынке. Но правда с поправкой, что он, конечно, не, он и двое, может быть, даже еще сильнее привлекает дополнительных клиентов, расширит продажи, но с Ильи с продукцией он уже будет получать, конечно, меньше денег, но тем не менее он получит, в целом больше, например, 12. А вот второй решится покупать, и у него 0. Это еще, дай бог, если у него постоянных поддержек там не было. Здесь симметричная ситуация, 0 и 12. А вот если обе фирмы снижают цены, снова рынок делится пополам, ну, немножечко, но уже с низкими отдельными прибылями. Прибыли, допустим, равняются 5. Что получается? Конкуренция с высокими ценами нам выгоднее снизить, потому что лучше 12 миллионов, получить, чем 10. Конкуренция с низкими ценами нам выгодно снова снижать цены, чтобы получить 5, вместо 0. Конкурент действует так же. Вот эта ситуация называется ценовой войной Бертран. Бертран в 1883 году предложил более, ну, не на конкретном таком численном примере, а просто у него предположение было, что фирмы конкурированы по ценам, и весь рынок делится между фирмами, которые устанавливают цены, минимальное, и единственное равновесие, равновесие нашей модели Бертрана, оно возникает при почетном снижении цен. Ну, здесь Бертран, именно потому что у нас ноль. Да, вот это вот еще на этом не заканчивается, то есть, если мы продолжаем эту ситуацию, если у нас есть, например, сверхнизкие цены, то снова по аналогии мы будем снижаться туда. Нет, я имею в виду, что, я имею в виду, что у Бертрана, насколько я помню, там... Приволи нулевые. Приволи нулевые. То есть, если бы там был не ноль, это уже не был Бертран. Ну, здесь, так скажем, это тоже некое, там же все стремится к нулю, то есть там какой-то эпсилон, для того, чтобы... Вот, потому что вроде как, если ноль, то все равно, чтобы получать. Вот, но... Почетное снижение цен фактически давай. При, естественно, симметричном... А вот здесь уже другие факторы. До них дойдем. То есть, ну, первый вариант это войти в сговор, это уже кооперативная теория. А второй вариант, ну, можно даже, наверное, прямо сейчас продолжить, когда это чуть-чуть отложим результаты. Например, если мы выходим за рамки статического взаимодействия, а предполагаем, что конца света не наступает, а будет некое продолжение. Вот что предполагает вот этого схема. Вот, допустим, изначально цены были высоки. Мы снижаем цену. Мы получаем 13 миллионов. Но мы уже понимаем, что наши конкуренты не дураки, и через некоторое время они тоже это поймут и снизят. То есть, на самом деле, мы попадем не сюда, а попадем сюда. Пускай не сразу, но потом. Но в случае однократного взаимодействия нам выгодно снижать. А в случае, если мы и через год, и через два, и через три будем с этим конкурентом взаимодействовать, тогда нам нужно уже будет считать. У нас какая атернатива? Либо мы получаем эти самые 10 миллионов, и сейчас получаем 10 миллионов, и через год получаем 10 миллионов, и через два года получаем 10 миллионов. Паузу я специально здесь делаю. И так далее, до бесконечности. Либо я один раз получаю 12, а потом все время получаю 5. И так далее. Вот в такой ситуации, вроде как наоборот, сомнений не возникает, что нам лучше вечно получать по 10, чем один раз заработать. Как потом получать? Что? Если у нас ты можешь заглушить, ну, небольшая, как он суть в разных, допустим, получает, чемпионатный этот год в месяц, в месяц уже получит 12, чем в один раз в месяц. Это в варианте, когда это продолжение будет. В варианте, когда это только вот в рамках краткостроечного взаимодействия, тогда будет вот эта ситуация. Но чем отличается, например, ситуация кризиса от ситуации в стабильной экономике? Вот в кризис мы уверены, что через год этот рынок будет существовать таким же. А деньги, которые мы получим через год для нас, то же важны, что и получены сегодня. Нет. Вот как минимум, эти два фактора начинают играть роль. То есть у нас есть, допустим, вероятность РО продолжения взаимодействия. И, допустим, некий дисконтирующий многостиль, дисконтирующий многостиль, который сопоставляет будущее нашей прибыли с сегодняшними. И РО принадлежит от нуля до единицы. Скорее всего, именно не строго, потому что понятно, что вечного в нашем мире даже солнца когда-нибудь прекратит свое существование. Другое дело, что оно может очень близко к единице. И дисконтирующим многостиль. То есть для любой фирмы будущие деньги менее важны, чем сегодняшние. Ну, например, если он равен 0,9, это означает, что будущий рубль равен сегодняшним 90-х. То есть мне все равно через год получить, например, миллион, и сегодня получить 900. Вот это вот ровно уравнивающее соотношение. Так вот, что получается? Я сегодня получаю 10. Через год с вероятностью РО я получаю 10, которые для меня будут умноженными на дельту. Соответственно, через два года у меня будет уже вероятность РО в квадрате, а здесь дельта в квадрате. И так далее. Что получается? Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Первый счет прогрессии 10. Вознаменательной прогрессии РО в квадрате единицы минус РО в квадрате. Вот это вот то, что в экономике называется MPV от некого такого проекта в случае, если я устанавливаю цену высотки. А вот если я устанавливаю цену на диске, я один раз получаю 12. А потом с вероятностью РО я получаю 5, которые у меня в дельта раз заменяются. А здесь РО в квадрате на ДР в квадрате. Что получается? 12 плюс 5, деленное на единицы минус РО Дельта. А, 5 РО Дельта тоже. И что мне нужно делать? Мне нужно сравнить первую стратегию и вторую стратегию. Если фирма симметричная, то, соответственно, если мне будет выгодно сотрудничать, то и второй такой же рациональной фирме будет выгодно сотрудничать. И мы получаем вот эту ситуацию. А вот если обеим фирмам не выгодно сотрудничать, то мы обе фирмы скатаемся вот сюда. Если у нас экономический кризис, порог маленький, через год будет совсем уже другой рынок. Кроме того, будущие деньги, инфляция все съест, вообще не знаю, что я буду делать через год. Вообще меня может быть убить тоже. Соответственно, Дельта тоже небольшая стратегия. И для меня важно получить деньги сразу. Собственно, отсюда в том числе схемы купи-продай-быстрые. Они, например, в 90-е годы были винирующими. Ситуация стабильной экономики. Вероятность продолжения взаимодействия на подхожем рынке очень велика. Ну, не единица, но, скажем, 0,9, 0,95, что-то подобное. Деньги будущие для меня с той же цены почти столько же, сколько нынешний. Потому что, по крайней мере, если мне нужны сейчас деньги, и у меня имеется доступ к банковской системе, я могу взять кредит. Соответственно, все тоже реализовать. Соответственно, для меня важно получать прибыли в будущем. И я выбираю первую стратегию. Вот, собственно, результат, который может быть. Так, что получилось с общественным благом? Значит, у нас получилась сумма и средняя. Так, ну, давайте даже отсортируем эти значения. Можно пока спросить по первой модельке? Можно. Вот там, где мы заключаем, понятно, что у нас такое решение есть. А если мы вводим модификацию, что, допустим, человек, которому мы придали, то есть мы, то есть он про нас ничего плохого не сказал, нам сообщили, он сел, мы вышли. Да, а он вышел и убил меня, да? Да, он вышел. Вот это вот то самое взаимодействие в динамике. Собственно, вот этот вот вариант с первыми, а можно аналогично было посмотреть. Вышел, резко, и зарезал в динамике, да? То есть диремма закрепченого получает вот это решение плохое в случае, если у нас однократное взаимодействие. Но пока вот у нас стояло именно так стояло. Ну да, вообще информация много чего меняет, и вот на второй части мы в том числе про информацию поговорим. Вернемся к соревнования общественных благ. Ну, возьмем изначально, чтобы было выгодно в индивидуальном порядке каждому себя, как каждому себя было бы выгодно вести. Все себе. Все себе. Почему? Потому что если общественное благо набралось, ну хорошо. Но у меня будет и общественное благо, и еще свои 20. Особенно я никому ничего не скажу, что я не поделился на самом деле. И, соответственно, если все так ведут себя, каждый передает ноль, то результат был бы, что ноль на общественное благо, и все получают по 20 долларов. Здесь ситуация получилась несколько другой. всего 5 человек повели себя вот так вот рационально. Еще один передал целый 1 доллар. Видимо, чтобы совесть так не мучила. Зато 7 человек передали все деньги. Все деньги это, конечно, совсем уже альтруистическое поведение. Я не оставляю себе ничего. Понимаю, что сумма это пойдет на общественное благо, но только третью. то есть я как бы от своих денег верну, но только 6,2 доллара. Но в сумме в итоге получилось, что с аудиторией нам удалось собрать 244 доллара. Вот если бы на реально деньги шла игра. А это означает, что 81 доллар общественного блага. И вот теперь добавьте 81 к тому, что у вас осталось. стоп, это так работало? Да. Я же спрашивал. Так, так, вопрос, а передал все деньги или не передал ничего? Не передал ничего. Нет, если так, то я бы все передал. Ты думал, что треггер есть на все. Я вот 31 доллар. Нет, вот получается, те, кто передали всю сумму. У них так 81 остался. А те, кто не передали ничего, у них 101. Ну, шли со 101. Понятно, что легко передавать суммы, которых у вас в наличии нет, на бумажке написать. А вот если бы это были реальные 20 долларов, интересно, как бы от этого поменялась эта ситуация. Но вот, тем не менее, есть эксперименты, есть лаборатория в школе экономики Алексей Бирянин, ей, собственно, руководит, он даже приезжал и вот в этой аудитории проводил эксперименты. Правда, здесь не на деньги. А там эксперименты на реальные деньги и, как ни странно, получается, что на общественное благо некоторая сумма собирается. Ну, отчасти это может быть связано с тем, что кто-то чего-то недопонял. Вот, но также есть некие доводы в пользу того, что человек не все-таки такой вот рационально действующий робот, а у него есть еще некие моральные принципы и на общественное благо передать это хорошо, а вот все, по крайней мере, все 20 меня совесть просто будет мучить. Да, мне будет хорошо материально, но я спать не буду, и от этого будет не очень хорошо. Так, давайте, как раз такая вещь, что на общественное благо нельзя собрать деньги добровольно. вот представим себе какой-нибудь там день города и куча людей выходит и восхищается красивым салютом. Люди неоднородные, то есть кому-то салют до лампочки, а кто-то на самом деле готов там и тысячу заплатить, лишь бы его увидеть. Но нельзя же продавать места там. Ну, по крайней мере, в варианте, где нельзя продавать места, что будет тогда. Ну, человек, который не готов за это платить, он не будет платить. Тот, ну, если есть хорошо, если нет, не страшно, то тот же не будет готов. Но что будет делать человек, который готов заплатить тысячу за то, чтобы увидеть? Он понимает, что его тысяча погоды не сделает. И либо салют все равно будет, даже без его участия, либо его все равно не будет. И его тысяча не спасет, но в лучшем варианте ему эту тысячу вернут, а на самом деле то, что забирается, обычно не возвращается. Соответственно, он так поразмыслит, поразмыслит и решит оставить себе тысячу. Соответственно, на общественное благо, особенно если речь идет все-таки о реальных деньгах, собрать действительно невозможно. То есть, можно в виде налогов эти деньги собирать, но в порядке обязаловки, вот, и дальше уже пользоваться ими, в том числе, пуская на эти результаты. можно взывать, так скажем, к некоторым чувствам людей. Ну вот, допустим, сейчас довольно много групп выкладывают в открытый доступ свои новые музыкальные альбомы и предлагают добровольно скинуться. Ну, в том числе, вот в России есть такой проект «Круги», где там и Борис Борисович Гребетчиков вкладывает альбомы, там много музыкантов, которые добровольно выкладывают в открытый доступ. Если хотите, то вы можете заплатить, но вы можете пользоваться этим и бесплатно. Вот, в принципе, бывает, что это приносит довольно большие деньги, но это уже не связано с вот этим материалистическим поведением, экономика все-таки, наука достаточно циничная, вот, а с тем, что действительно человек считает, что кто делает что-то достойное, я этим пользуюсь, я вот добровольно тебе сделаю такой подарок.